В семье Стамбальян никто и не мог представить, что именно новогодняя ночь принесет такой сюрприз. По всем прогнозам врачей, Стелла должна была стать мамой после Нового года. Она вообще была назначена на 6 января. У нас подготовка шла по уходу к Новому году, но под вечер почему-то в 10 часов мне уже надо было ехать в роддом. Приехали в роддом в 10 вечера, в 12 меня уже повели в родпалату. И там уже полтора часа, по час 30 я уже родила. Артем – первый ребенок в молодой семье. Родился настоящим богатырем. Вес 3,260, рост 51 сантиметр. Счастливый отец ни на секунду не отходит от сына. Ведь сбылась мечта – родился желанный наследник, настоящий продолжатель рода. Владислав уже знает, как будет воспитывать своего сына. Хочу плодать какой-нибудь спорт, посмотреть, чтобы проявил характер, а в какой вид спорта он уже сам решит, потому что не будем настаивать, уже сам пусть определяется. А потом уже ждем чемпиона. А почему именно спорт? Вы сам как-то связаны? Сам, футболист, как бы, уже к этой отрасли поближе. У меня вся семья любые футболисты. Основными советчиками и наставниками у молодых – это бабушка и прабабушка, которые не выпускают Артема из рук. Валентина Стамбальян уже воспиталась у внуков, а первый правнук стал настоящим продолжением истории. Ведь имя Артем ему выбрали не случайно. Артем у нас наследственное имя, потому что у нас был дедушка, он воевал в Великой Отечественной войне, погиб, и как бы, чтобы это имя осталось напоминающее, как наше родство, продолжение его назвали Артемом. Очень красивое, нам нравится. И сын, и внук рад, и сыновья, и все дети, и внуки, и бабушки, и прабабушки. Очень хорошая семья, и Стелла хорошая мама. Такая она ответственная. Владислав тоже очень ответственный. Они очень ждали этого ребенка, хотелось. Им, конечно, рассчитывали на Рождество, но спасибо Богу. Наверное, 1 января – это вообще самый идеальный праздник, и самый такой подарок на Новый год – это как символ продолжения счастливого года. Маму и сына уже посетил участковый терапевт. Состояние мамы и малыша – отличное. Теперь молодая мама с нетерпением ждет открытия сельской амбулатории в хуторе «Рассвет». Ведь наблюдение за новорожденным будет проходить именно в этом новом лечебном пункте. А пока счастливые родственники принимают поздравления со всех уголков страны. Спасибо.